Друзья, всем добрый день. Сегодня я хочу вам провести экскурсию, показать, что осталось от тех домов, которые 6 июня 1997 года ушли в Балпу. Перед этим, 5 июля 1997 года, прошел ужасный ливень в городе Днепропетровске. И вот эти вот дома, они стоят на Тополь-1, жил в массиве Тополь-1. Здесь было, Анжела хочет поприветствовать всем, всем говорит привет. Вот такой остался мемориал, мемориал безхозяйственности властей. Потому что все, что здесь стало на Тополь, все, что осталось в жил в массиве Тополь-1, и все вот эти руины, которые остались от домов, это результат безхозяйственности властей. Почему? Потому что именно вот здесь, вот на жил в массиве, ну не только здесь, вообще в Днепропетровске очень плохие канализационные штуки, очень плохая канализация. И за счет вот этих вот, именно канализация под мыло сделала громадные, сделала громадные ямы под жил в массивом. А именно ливень, который был 5 июля 1997 года, вот этот ливень и привел к тому, что дома пошли в Балку. Что такое Балка? Значит, Балка это такой большой-большой обрыв. Вот туда, в ту сторону. Сейчас я вам это покажу. Ну, перед этим дома вот эти начинали уже уходить, то есть шли трещины в стенах домов. И одно, что можно сказать, и молодцы власти, то, что они людей с этого дома, не с одного, а с четырех домов выселили. Вначале в 5 часов утра это все началось. В 5 часов утра ушел под землю один гараж. Потом ушел детсад и потихонечку начали уходить еще два дома. Вот эти два дома, которые остались. Значит, каким образом это все было? Дома уходили под землю. То есть они не под землю. Они уходили в этот овраг, в ту яму, которая образовалась. Сейчас я вам издалека сниму это. Это то, что осталось. Вот столько лет стоят эти дома. Стоят эти дома. Людей здесь выселили. Людям дали квартиры, люди живут, людей выселили. Но дома стоят как мемориал, напоминание о безхозяйственности властей. Вот каким образом они начали уходить. Сверху сейчас покажу. Сейчас покажу вам сверху. О, там перекрытие. Здесь было перекрытие по всей видимости. Вот они и летели. Видите, падали. Такой результат безхозяйственности наших властей к чему приводит. Хорошо хоть... Ну, жертв был один человек, который остался и спал, выпивший в гараже. Вот он ушел вместе со своим гаражом под землю. И говорят, еще кто-то. Ну и хочу показать... Это я сейчас иду к балке. Хочу вам показать, что такое балка. Вот здесь, конечно, здесь возле этих домов уже живут люди. Живут люди, которые называются бездомные. А балка это такой овраг. Вот это последний дом, который остался. И дальше, сейчас я вам покажу именно балку. Вот она пошла вниз. Овраг. Вниз. Вот это этот овраг. Или же в Днепропетровске называют балка. Значит, что такое балки? Балка это очень глубокий овраг. Если взять по высоте, значит, будет к самому дну, значит, где-то метров 20 глубина. Метров 20 глубина, это если большая балка. Значит, Днепропетровск это город, который находится на трех холмах. Вот. И когда строили этот тополь, тополь начал возразоваться именно возле балки. То есть назвали этот жилмассив тополем. Он находится прямо-прямо-прямо возле балки. Вот я сейчас повернусь. Это буквально 50 метров и балка. И вот этот пошел овраг. Видите, да? Глубокий овраг. Вот дальше уже, дальше уже мы видим детсад. Детский садик. Может, больше и разнесли. Ну, мы сейчас прямо в балке. Вот. Вот балка. Дальше пришла балка. Значит, я хотела рассказать, что Днепропетровск это город, который построен на трех холмах. Значит, три больших холма и три больших балки. В балку стекается полностью вся вода. И вот балка. А это, я поняла, так прямо в балке там детсад. Я сейчас, друзья, в этой балке и хочу найти, как добраться к этому детскому садику. Хочу вам показать на, так как я смотрю, вроде бы и прекрасный детский сад. Да, только что я увидела, там даже стульчики детские есть. Вот. Но говорят, что все-таки часть его ушла, ушла в балку. Ну, сейчас мы в детском садике. Вот это площадка детского садика. Сейчас именно такая беседка, да. Мы были, и оказывается, сюда спокойно можно прийти и посмотреть. Вот. Вот этот тот стульчик, который я издалека снимала. Беседка для деток. Детский сад стоит. Что-то разрушение я нигде не увидела. Я вижу, что здесь живут бездомные. Трещинка какая-то пошла. Но все на месте. Мы не видим разваленного детского садика. Мы видим, вот какие укрепления такие вот заборные, да, стоят. Здесь детей выгуливали. Вон площадка, где детки гуляли с детского садика. Вот. Ихние беседки. Все цело. Целым цело. Вот. Трещины пошли, потому что прошло уже более 30 лет, да. Трещины, конечно, пойдут. Но такой вот забор, который держит балку, вот я вам покажу, вон где этот дом, который выселили, да, и дал трещины пошел. А это, а это вот забор детского садика. Детский сад целый. Тут кто-то ковры стирает, сушит. О, пожалуйста. Не вижу я завалившегося детского садика. Так, добралась до истины. Вот эти гаражи внизу, которые, говорят, один гараж где-то пошел под землю. Не под землю, а именно в балку. Ну, в балку под землю. Здесь, понятно, все те, которые пользуются гаражами, сделали мусорник. Вот эта вот балка. Здесь наш детский сад. Здесь такой заборчик они сделали. И детский сад. Зато какие прелестные здесь выросли. Ёлочки. Уже не ёлочки, а целые ёлки. Ёлки. Сколько лет. Здесь человек не пользуется. И вот сейчас я уже дохожу. Детский сад я не увидела разваленный. Но вот уже поближе к балке. Вот еще ближе-ближе, да, в глубину этой балки, куда дома уходили. Вот теперь я поняла, что все-таки вот здесь был гараж. И вот, друзья, если видите, сразу воронка. Это уже понятно, что водой размытая. Рядом детсад. Детсад вот она. Воронка вот она где. Видим. Вот, все рядом. Совсем. Абсолютно рядом. Близко. Так. А ну, посмотрю. Ну, понятно, что люди сразу же находят. О, конечно, глубоко. Здесь ущелье очень глубокое. Вот. А рядом гаражи. Вот там лают собаки вон. Гаражи. Вот они меня увидели и уже защищают свою территорию. Ага. Опа. Вот. Ну, в принципе, я не вижу того, что следов этих домов, которые говорили, ушли под землю. Мне кажется, что под землю дома не ушли. Мне так кажется. Вот буквально вот. Вот это мы уже находимся на дне балки. Почти на дне. Вот гаражи. И оно идет уже вниз туда. Вот какие-то плиты стоят. Там такой даже красивый гараж есть под черепицей. В то время не было черепицы. Дело в том, что здесь очень глубокая балка. Вот еще дальше идет один, второй, три ряда. Буквально три ряда еще идет гаражей. А дальше вот эта вот железнодорожная станция, которая называется Восточная. Вот это от детского садика. Оно пошло вниз. Вот в эту балку. Ну, фундамент. Фундамент повалившегося. Вот это детский сад вот стоит. Но это могло и со временем такое. Ведь сколько лет? С 97-го года отсюда всех выселили. И здесь никто не живет, кроме бездомных. И Новый год здесь отмечают. Видите, видно, что елка выброшена с этого года. И еще одна елочка стоит. Это уже видно точно, что елка, которую я встречала, 20-20. Поэтому кому-то достались прекрасные апартаменты. Только эти кто-то не хотят работать. Ну, вот сейчас мы заходим внутрь детского садика. Здравствуйте. Привет. На него мы уже были. Сейчас мы пойдем еще на низ. Вот на лизушку. Это второй этаж. Да, втором этаже. Ну, трещины есть. То есть детсад вовремя выселили. Все это, чтобы оставалось. Еще котики 97-го года. Сейчас все его хватает. А, какая машина, Валер. О, наше детство. Ты посмотри, деревянная машина. Сейчас покажу. Ой, это когда-то такая была машина. Вот это да. Только в детсадках так и было. У нас же такого не было. А осел, а осел. А кинь. Кто не мечтал в детстве про такого коня? Вот это да. 1997-й год. Так все тупо застыло. Да, 1997-й год. Очень красиво. Все, да. Друзья, вот такой кусочек истории я вам сегодня рассказала, показала. Это я сейчас иду от того детского сада. Остался он там вдалеке. Видите? Вот. И я иду балкой. Вот вы сейчас увидите, что такое балка. Это очень крутой овраг. Сейчас вот так по чуть-чуть, понемножку буду вам рассказывать истории Днепропетровска. И сейчас я поднимаюсь. Поднимаюсь дальше. Только что я была там внизу в балке. Сейчас я поднимаюсь к домам. Тополь-1. Жилмассив называется Тополь-1. И лестница здесь есть. Здесь есть. Жалко, были бы люди людьми. Не было бы вот этих всяких мусорников. Значит, то, что сегодня мы разобрались, оказывается, никакие дома под землю не ушли. Ушло только часть дома, детсад на месте, как видели. И вот эти дома стояли четыре дома. Вот они начали рушиться. Видите, вот это четвертый дом. Вот это между ними начали стены падать. А сейчас мы находимся возле четвертого дома выселенного. Природа здесь, конечно, красота. Людей не бывает, люди только приносят мусор сюда, я так поняла. Вот это четвертый выселенный дом. А рядом уже находятся жилые дома. А там рядом люди живут. Теперь понятно, кто здесь мусорник устроил. Те, которые здесь живут. Потому что здесь уже никого нет. И они, скорее всего, и окна повытаскивали. Ну, а кто еще? Кому надо? Живым. Хотя и после этих домов все остались живые. Но точно так же люди живут туда. Валки. Но, по всей видимости, здесь не проходила канализация. Поэтому и не подмыло. А эти дома начали трещать по швам. Они девятиэтажные, значит, очень тяжелые. И если там канализация под ними подмыла пустоты, поэтому эти дома и начали трещать по швам. Ну, вот столько лет стоят. Дорогие друзья, то, что мы увидели, мое мнение, что ни один дом под землю не ушел. Потому что мы нигде не увидели остатков дома, который ушел под землю.